Побывать на экскурсии в Сергиево-Посадской лавре или усадьбе Глинки, осмотреть исторические достопримечательности или просто хорошо провести время на природе. Такую возможность пожилым гражданам в Щелковском районе решил дать комплексный центр социального обслуживания населения. Новые экскурсионные маршруты должны появиться в рамках проекта «Социальный туризм». Проекту «Социальный туризм» уже 18 лет. Он создался именно в тот момент, когда открылось наше отделение. Возникла необходимость посетить музей, расположенный в нашей Московской области. И вот так вот расширялась география и расширяется и до сих пор. Увидеть красоту родного края, ну и просто пообщаться. Специалисты центра считают, что социальный туризм оказывает большое положительное влияние на оздоровление пожилых людей, является фактором, противодействующим малоподвижному образу жизни. На протяжении долгого времени для туристических поездок, организуемых центром, дальние маршруты оставались недостижимыми из-за отсутствия подходящего транспорта. Однако в начале 2016 года коллектив центра получил сертификат на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. Средства, выделенные из личного фонда депутата Московской областной думы Владимиром Шапкиным. Так, скоро в центр поступит новый комфортабельный и вместительный автобус. Мы сегодня уже на том этапе, когда требуется комфорт проживания. Неважно в какой сфере, на какой территории, в каком возрасте. И вот как раз центр именно этим проектом подтверждает, что сегодня мы можем, уже себе это позволит, и нам надо это делать, чтобы дальше развиваться. Пополняется наш парк автомобильный, и мы надеемся, что охватим большую группу желающих поехать с нами по различным культурным нашим местам. Ежегодно в экскурсиях, проводимых центром, абсолютно бесплатно принимают участие более 300 клиентов. В основном люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Многие уже успели побывать в Щелковской художественной галерее, Монинском музее ВВС и Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. С нетерпением ждут новых маршрутов. «История нашей страны, для меня это самое важное. Общение с людьми, это тоже очень важно. Смотрим, как развивается, что меняется. Вот я, например, когда-то была в Суздале, и сейчас это совершенно разные вещи». «Мне интересно это. Я с удовольствием». Новый автобус должен поступить в Центр уже в середине мая. Так, планируется, что маршруты по историческим достопримечательностям Московской области начнут осваивать после 16 числа. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».